объяснение омраченного ума корма поговорит часть его о самом о самом же уме думает часть его о самом же уме думает это я цепляется за я как за главное привязывается к я вместе с неведением поскольку порождает все виды цепляния разрушающиеся скопления называется омраченным умом комментарий ум являющийся частью этого немедленного ума и называющийся омраченным умом прибывает сознание основе и возникает оттуда поскольку его постоянно осаждают четыре омрачения а именно не понимая незапятанной природы собственного ума он первое фокусируясь на сознание основе видит этот самый ум сознание основу загрязненным думая о нем это я второе цепляется мысленно за я как за высшее или главное третье испытывает привязанность к я как более дорогому чем другие четвертое не осознает что это самое я не истинно и поэтому находится в неведении если же еще дальше проанализировать это омраченное состояние логически то можно выявить что омраченный ум в отношении к пяти с ханком с канхом то есть к таким скоплениям или основе которая будучи неустойчивый разваливается и первое воспринимает их как мои второе воспринимает себя как я обладающие пятью с канхами третье как я пребывающие в пяти с ханках и четвертое как я из которого пять с канх возникают что в сумме дает всего 20 видов восприятия цепляния а если каждая из них отнести к прошлому настоящему и будущему временам то получается 60 видов омраченного ума прибавив в общем случае 5 цепляния за уничтожение и вечность получаем 62 вида цепляния и поскольку все это порождается этим умом он и называется омраченным очария васу банху 30 строфов говорит цитата в нем то есть в сознании основе покоится из него возникает видеть его как опору и потому называет называется омраченным умом имеет природу направленности на это сознание основу как на я постоянно связан четырьмя клешами затемняющими и нейтральными конец цитаты этот ум и есть сознание который является средоточием беспокоящих эмоций и потому у него нет верного познания но в нем рождается все неверные состояния ума он затемняет сознание основу свои привычными тенденциями впечатления тогда как сущность сознание основы нейтрально именно поэтому он является корнем как всего воображаемого так и всех клеш и потому его также называют воображением приписывающим все неправильное из него же из него также возникают все клеши обращенные вовнутрь которые подлежат устранению при помощи пути развития а также поскольку им обусловлены то что все шесть групп становятся запятнанными им обусловлено также и возникновение клеш обращенных наружу которые подлежат устранению при помощи пути видения